И сейчас мы его пошлем за папой и мамой. А ну давай за папой и мамой. Хоп, и ушел, красавец. Ну что, продолжаем дальше. Эх, ты был бы правый карася. Можете, хороший карась, я уже на карасика похожий. Карасик. Ну давай, родной. О, крючки. Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители моего канала. Я решил все-таки выйти на водоем, посидеть, пообщаться с природой и, возможно, мне повезет что-то поймать. Конечно, придя на водоем, я сразу обнаружил то, что уровень воды очень сильно упал. А для рыбы это очень существенно, она очень чувствует эти перепады воды. Да и погода не особо, целый день сегодня тучки такие стоят, вроде бы как на дождь, но дождя нету. Ну, ладненько, это так, предисловие. Итак, начнем. Ну что же, я вчера был на рыбалке, практически ничего не поймала. Вот, кашка у меня осталась, я ее не выбрасывал. Сейчас ее немножко освежу. И начнем все-таки пробовать рыбачить. Вот она моя кашка. Очень даже классная получается каша. Сейчас мы добавим водички сюда. Немножко освежим. Очень редкая получилась. Сейчас мы добавим вот такой кашки кукурузиной. В принципе, я ничего не меняю. Пару дней у меня была шикарная рыбалка. Вот, я обнаружил на что поклевывался карасик. Вот, так что я пока рецепты свои менять не буду. И чуть-чуть добавим вот такого гейзера. Крупнозернистый такой. Фракция крупного помола. Он сделает нашу кашку более рассеечественную. Много приманки я не буду замешивать. Так как непонятно. Только что по дороге я встретил своих знакомых рыбаков. Сказали, что поклевки совершенно нет. Вот моя кашка готовая. Вот, пусть пока немножко устоится. Даже хотя, сразу я сделаю чуть-чуть такой заманухи для рыбки. Брошу под удочку. И посмотрим. Ух-та, вода сильно упала. Вот она каша, вы видите, вам хорошо видно. Она сразу делает такую муть в водоеме. Вот. И так, на что я буду сегодня, или чем я буду сегодня рыбачить. Сейчас я для разведки брошу все-таки одну удочку верховую и один спинник. Этого достаточно. Если есть поклевка, этого будет нам вполне достаточно. Удочка у меня любимая моя, классная. Она легенькая такая. Вот. Особых здесь секретов нет в удочке. Просто очень тонкие поводки. Четырехметровочка. Основная у меня стоит плетеный шнур. Для того, чтобы я себя чувствовал более уверенно на нашем водоеме. То, что водоем у нас очень интересный. Иногда может проклевываться карасик мелкий, как ладошка, а то и меньше. А иногда может и карпик влупить. Вот для этого я делаю свою снасть с плетеного шнура. Итак, сначала я размотал свою удочку. Сейчас наживочку. Наживку пока поставлю красного червя. Вот он, красный червь у меня. Такой жирный. Очень сильно классный. Я все-таки развел его дома. Сейчас у меня проблемы нету с червем. Здесь с червяком. У нас зовут червяк. Вот. Удочка у меня с двумя крючками. Это такая технология рыбалки у нас на нашем водоеме. Хороший сезон, когда рыбка уже хорошо питается. У нас один крючочек насаживается живая наживка. Это червь там или опарыш. А на второй крючочек у нас наживляют тесто, манку, мамалыгу или еще лучше кукурузу или картофель варенный. Вот. Но сейчас ранее весной пока я не вижу смысла надевать или одевать туда растительную наживку. И сейчас у меня будет только живая наживочка. Это красный червь навозный. Он живой такой гад. Одеть тяжело. И проверим. Хотя маловероятно, что сегодня рыбалочка будет. Но тем не менее, я на водоеме. Посидим, увидим. Итак, удочку я зарядил. Сейчас отрегулируем глубину. И посмотрим, что у нас получится. Вот, в принципе, хорошо. Итак, пока удочку мы установим на нашу подставку. Вот и солнышко вышло. Весенняя погода, она обманчивая. То пасмурно, то солнце. И сейчас я все-таки буду заряжать свой спиннинг. Вот я взял свою любимую оснастку-пружинку. Набью сейчас сюда кашки. О, пружинка готова. Значит, два крючочка мы сделаем сейчас. Оставим сюда кук. Есть кук. А на два крючочка мы насадим червячка. Как говорят, у нас червячок чудовый, ризно-колеровый. В конце червячка откушиваем пока. Посмотрим. Нужно это делать дальше или нет. Все зависит от поклевки. И так у нас все готово. Ну что же, вперед за медалями. Вот свой федерок я уже настроил. Сегодня прищепочку цеплять я не буду. Погода, в принципе, безветренная. Чуть-чуть так ветерок подувает. Накладки вполне реально ловить и так. Посмотрим. Я бачу, бачу. Это он рыв, Игорь. Коробчик. Красавец. Поплиточка. Поплиточка. Да. Поплиточка. Угу. Продолжение следует... 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 карасиус небольшой на карасиус ух ты глянь мой червячка знал зил хороший червячок поправим червячка и дому кашки на поклевочка вот такая уже нежно просто ах зишел хороший караси шоу дать прям таки я ее почувствовал бо теж маленького не чути практичного того я почувствовал да 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 вон депина и арбатчиков спину все за спиннингом бач пинкосты был бы прогавил карасях бахте хороший карася же на карасика похожий карасик ну давай родной а крючки острый меняем червячка ставим свежечка берем большого червячка откусываем и цепляем тонкий край червячка вот так чуть-чуть прикормим может малая червячка еда а а а а а а а а а но он и перестал красиво отмелась зато мелочь пузата и мази душа одно человечка а дай мне свои кашки а мне больше не надо славуня пришел на рыбалку да спиннинг сильно тяга и наверно там рыба не да карп 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 я пиарка за порционный карпик красавчик сейчас пошла меня за папой из мамы я вот луса я кинева тут козырни пошел вперед за папой и мамой а Пах! Хоть бы ты была ваказана. А что такое? Засобный может понять. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.